КОНЕЦ Дорогие друзья, мы начинаем встречу с народным артистом Советского Союза, лауреатом Ленинской и Государственных премий Георгием Александровичем Товстоноговым. Должен признаться, что поскольку такого рода встречи происходили до сих пор с писателями, с поэтами, а с режиссерами в первый раз, я несколько взволнован, и закулисной профессии вообще не свойственно показываться часто публике, очевиднее от этого я волнуюсь. Мне хочется начать разговор с того, как я представляю себе, так сказать, цель, что ли, высшую профессии. В будущем году должна выйти книга, вернее даже двухтомник всего того, что в разное время было напечатано в периодической печати, в статьях, в первых двух книгах. И этот двухтомник будет называться «Зеркало сцены». И вот есть эпиграф, который я хотел бы зачитать, который может представление об этой цели театра какое-то даст. Тридцать шагов в длину, двадцать в глубину, вверх на высоту занавеса. Пространство сцены не так уж велико. Потолком ему служат колосники, конструктивистские переплетения металла, софитов, проводов. Боковых стен вообще нет сверху вниз, спускаются полотнища кулис. Зеркало сцены. В этом пространстве могла бы разместиться современная квартира. Она получится не такой уж ненатурально просторной. Здесь можно разместить сад, пожалуй, уголок сада, не больше. Здесь можно разместить мир. И пространство, открывающееся за складками занавеса, станет прошлым, настоящим и будущим. Дальними странами и близкими поселками, кораблем и пустыней, кабинетом или площадью в дни революции. И здесь можно сотворить мир. Мир высоких человеческих страстей, противостоящих низостей. Мир деяний и мир сомнений. Мир открытий и высокой строй чувств, ведущих за собой зрительный зал. Так мне представляется высокая цель театра. А сейчас я попробую перейти к этому столику, поскольку там у меня тезисы. И я поговорю несколько конкретней. А потом буду ждать ваших вопросов. Мы часто говорим «театр-кафедра». И, наверное, это правильно. Но мне кажется, что «театр-кафедра» непременно включает в себя понятие «театр-зрелище». Без этого это буквально «кафедра», а не «кафедра» в образном и переносном смысле этого слова. И потом еще одна важнейшая оговорка. Кафедра, которая не может допустить дидактики, какого бы то ни было поучения, морализирования. Мне кажется, что спектакли должны быть поделены на спектакли «ответы» и спектакли «вопросы». Я лично за спектакли «вопросы». Спектакли «вопросы», потому что назначение театра, мне кажется, растревожить человеческую совесть. Вот если она растревожена, мне представляется, что это самое значительное, что может произойти после спектакля. Когда зритель аплодирует, когда успех, это в высшей степени приятно, о чем тут говорить. Но высшая радость, когда какой-то зритель, которого ты уважаешь, говорит тебе, что он долго не мог совладать собой, ему не хотелось идти домой, он гулял по улице, и что-то его глубоко задело. И даже он сейчас не может сформулировать, что за дело. Вот мне кажется, это высшая радость для деятеля театра. Вы знаете, вот эту высокую цель театра мне удалось понять как-то и для себя сформулировать очень давно. Другое дело, насколько часто мне удавалось приближаться к этой цели. Но дала мне понять его одна замечательная артистка, которая совсем ушла сейчас из памяти, по-моему, нашего поколения. И, наверное, мало кто знает даже ее в зале, ее имя. Ее звали Варвара Алексеева-Месхиева. Она была дочь знаменитого грузинского артиста Ладо Месхишвили и работала в России всю свою жизнь. Она была провинциальной гастролершей. Работала какое-то время в Москве в театре Советской Армии до того, как он стал тем театром, каким он стал сейчас. И в годы войны Варвара Алексеева-Месхиева приехала в Тбилиси, где я работал молодым режиссером в театре имени Грибоедова. Я должен был ставить спектакль «Собаку на сене» Лопе де Вега. И вдруг мне руководство театра говорит, что эту роль будет играть знаменитая артистка Варвара Алексеева-Месхиева. Вы должны быть этому очень рады. Кто-то из артистов сказал, что она же старовата уже для этой роли. Но ее еще не было в городе, мы не могли об этом судить. И вдруг в театре появилась Алексеева-Месхиева. В театре пошел такой шорох смеха и странности этой ситуации, как она будет играть Диану в «Собаке на сене», красавицу и молодую женщину. У меня даже мылости было отказаться от этого. Потом была первая репетиция. Были военные годы, мы сидели все в пальто, не топился театр. Она пришла в смешном пальто и в смешной еще шляпе, села со всеми за стол и вдруг начала читать в аудитории, которая была настроена уже иронически по отношению к ней так, что через пять минут она покорила всех такой внутренней сосредоточенностью на том, что она делает и такой постановкой вопроса после читки о том, о чем же мы будем играть. И честно вам скажу, что все зная, я был готов, так сказать, с точки зрения профессиональной к тому, чтобы ставить эту пьесу. Мы все понимали, что это прекрасное, так сказать, мастерски сделанное и прекрасно переведенное Лозинским произведение, легкое, изящное. И вдруг оказалось, что, когда мы говорим, что пьеса возрожденческая, и что в ней речь идет о человеке, о женщине, которая утверждает себя, что, оказывается, за всем этим есть философия и глубина подхода, которая умозрительно мне представлялась, а чувственно я не понимал. Я навсегда благодарен этой актрисе за то, что она дала возможность чувственно прикоснуться к понятиям, которые часто для молодых и даже немолодых режиссеров остаются декларацией, остаются словами. А дальше она оказалась молодой, изящной, красивой, никому не приходило в голову, что она в возрасте. И она была тем лидером в процессе работы, тем катализатором репетиционной работы, который для меня навсегда остался законом, что непременно в любом коллективе, в своем, там, где ты ставишь временно один спектакль, за рубежом, непременно нужно нащупать того лидера, который не в смысле взаимоотношения, имею в виду, не в смысле близости и дружбы с ним, нет, а художественный лидер, который чувствует и понимает тебя и который поведет за собою других. Вот это стало для меня законом. И в любом спектакле Большого драматического театра, в одном это Лебедев, в другом это Борисов, в третьем бывал Юрский, но всегда этот лидер мне необходимый, я его никогда не провозглашал, естественно, он образовывался сам собой. И мне это всегда очень важно, потому что мне всегда важно найти автора в способе существования артиста. И вот тут без такого лидера не обойтись, потому что этот артист должен обладать тем импровизационной основой, основой, той природой, без которого этого особого способа существования актера найти невозможно. Мне это важно еще потому, что мне нужен обязательно союзник в лице всех участников, когда создается концепция спектакля, ибо я считаю, что концепцию спектакля не надо сочинять, ее нельзя придумывать. Концепция спектакля задана объективно в зрительном зале. Она уже есть там в своей потенции. Задача режиссера – открыть эту концепцию, этот взгляд на вещь, на произведение, на автора, так, как она звучит сегодня. В этом смысле режиссер – это полномочный представитель зрительного зала. Он его представляет, просто он обладает известным умением для того, чтобы реализовать сценически эту концепцию. Потому что придуманная концепция, она искусственная, она может иногда совпасть, а может и не совпасть с тем, как сегодня звучит произведение. Вот почему я еще против так называемой самовыявленческой режиссуры. Самовыявление в режиссуре, мне кажется, вещь очень опасная. Мне кажется, что суета режиссера, который все время хочет себя продемонстрировать в своем подходе к вещи, хочет свои беды раскрыть через автора, мне кажется, это путь опасный, потому что он ведет к монотонности. Мне кажется, что о личности режиссера и о выявлении, если есть таковая, она непременно проявится. Она не может не проявиться, потому что ведь вещь нужно открыть через время и через сегодняшнего зрителя. А вот тут-то и необходима личность. Но когда они о ней заботятся специально, мне кажется, режиссер рано или поздно обречен на монотонность, на выдыхание, потому что он не обогащается новым автором и не раскрывает себя во всю мощь. А заботиться о личности нечего. Когда Врубль писал Лермонтовского демона, я думаю, что он не думал о своей персоне, он думал о Лермонтове и о демоне Лермонтова. И тем не менее, Врубля ни с кем не перепутаешь. Индивидуальность Врубля прочитывается полностью и на все 100%. Раскрыться в авторе – это и раскрыть самого себя. Это и есть, мне кажется, суть той профессии, которой я занимаюсь. Я занималась в авторе. Интересный вопрос. Как вы реагируете на лесть, только максимально честно? Я задумался, потому что надо сказать максимально честно. Вы понимаете, что, конечно, ведь лесть – вещь приятная, и очень трудно отделить лесть от кажущейся тебе правды. Поэтому здесь происходит, очевидно, ряд процессов от бдительности, настороженности к анализу и потом к пониманию, что это лесть. Тогда это уже одно положение. А если ты поверил в это, то тогда тебе это приятно, но если ты ошибся, то это кончается катастрофически. Но угадать это в некоторых случаях очень просто, когда это прямолинейно и глупо, и сложно, когда это умно и тонко. Поэтому я думаю, что я отвечаю честно, потому что нет конкретного примера. Поэтому здесь врать легко. Кого вы считаете своими учителями? Первый мой учитель был руководитель ТЮЗа, где я начинал свою еще тогда актерскую деятельность Белисского, Николай Яковлевич Маршак. Я его считаю своим учителем не просто потому, что я служил как артист в театре, где он был художественным руководителем, а потому что он был удивительно одаренный человек в режиссуре и привил мне любовь к театру как к зрелищу, которое он чувствовал удивительно. У него было врожденное чувство стиля, которому я поклонялся и которое приводило меня просто в восторг. И поэтому эта стихия театра для меня осталась через образ Николая Яковлевича Маршака. А дальше моими учителями были Андрей Михайлович Лобанов и Алексей Дмитриевич Попов. Андрею Михайловичу Лобанову я благодарен за то, что он навсегда меня отвратил от догматического восприятия метода школы Станиславского. Он пришел к нам совсем еще молодым режиссером, за его спиной был только один спектакль «Таланты и поклонники» в театре студии под руководством Симонова. Это был очень в то время нашумевший спектакль с очень самостоятельной и неожиданной оригинальной режиссурой. Но он был молодой режиссер. Он пришел к нам, к людям, приехавших из разных концов нашей страны, учиться режиссуре. И сказал, не предложили учить вас режиссуре, а я, честно, должен сказать, что я хоть и согласился, но не знаю, как это делать. И я попробую сделать это таким образом. Вы будете артисты, я буду ставить с вами, как с артистами, спектакль, а вы будете иметь право меня спрашивать, почему я делаю так, а не иначе. Я буду вам объяснять. Это и будет преподавание режиссур. Я должен сказать, что это был великий опыт. Потому что он был удивительно одаренным режиссером, внешне флегматичным и меланхоличным человеком, полным такого яростного сарказма и юмора, который я больше не встречал никогда в режиссерах. И он стал с нами ставить и давал нам право задавать вопросы. Но, вы знаете, вопросы даже не возникали. Мы всегда понимали, почему он делает так, а не иначе. Это было удивительно заразительно. Мы поняли основу методики работы. И в то же время мы поняли, что все дело не в том, чтобы разложить умозрительно события, анализ, задача, обстоятельства, кусок. Если это не освещено изнутри такой жизненной энергией, наблюдательностью, точностью попадания в характер. Если в атмосфере репетиции нет радости, то нет никакого метода. Вот это мы усвоили у Андрея Михайловича на всю жизнь. И за это мы, я думаю, что и все другие, кто учились со мной на курсе, благодарны ему так же, как и я. А Алексей Митч Попов был мудрый, удивительно умный человек в искусстве, удивительно талантливый. И он как-то внушил нам стремление к глубине постижения того, что ты делаешь. И это бывало всегда так захватывающе интересно. Мы слушали его 4-5 часов. Он не отличался блестящим ораторским искусством, иногда говорил косноязычно, не мог найти слов. И всегда это завораживало до предела, потому что за всем этим стояла всегда большая, истинная и очень человечная мысль. Вот эти люди, которые многое определили для меня. И здесь же второй вопрос. Кого вы считаете своими учениками? А вы знаете, вот учеников, по-моему, никакой человек не имеет права называть. Учителей имеет право, а учеников нет. Я не имею права сказать, что вот тот или иной человек мой ученик. Это он сам должен считать. А я не имею права его таковым считать. Я в этом убежден. По-моему, это даже как-то и не скромно, и неверно по существу. Как вы относитесь к работе ваших актеров в кино и в телевидении? Вы знаете, очень противоречивая проблема. Конечно, когда артист театра нашего снимается хорошо в кино, получает всесоюзную популярность, это приятно и его коллегам, приятно театру, и приносит славу самому театру. Я отлично отдаю себе в этом отчет. И в то же время, я полагаю, что и кино, и телевидение эксплуатируют возможности артистов, в то время как театр воспитывает эти возможности. Поэтому, когда артист снимается в кино и эксплуатируется его качество, иногда это получается успешно, и тогда это радостно. Но часто это получается безуспешно. И это дискредитирует артиста и за ним, и театр. Поэтому я сначала ввел такую систему, чтобы артисты, прежде чем давать согласие на съемку его, чтобы они показывали сценарий, говорили, какой режиссер это снимает, чтобы угадать, что из этого может получиться. И выяснилось, что это невозможно. Сценарий плохой, а потом вдруг картина неожиданно оказывается интересной. Фамилия режиссера неизвестна, а картина получилась. И все наоборот. Прекрасный сценарий и никуда не годная картина. Знаменитый режиссер и ничего не вышло из картины. Угадать, предвидеть здесь ничего нельзя. Стало быть, препятствовать этому невозможно. Можно только балансировать, так сказать, соотносить с производственным процессом, настолько, чтобы это не мешало ужоченной работе театра, хотя все равно так или иначе это мешает. Но и приходится мириться с этим. Стараюсь не смотреть, когда проваливается наш артист в кино или в телевидении. Когда у него успех, радуюсь вместе с ним. Таким образом, вот видите, это даже и не ответ, а, как вам сказать, это надо с этим жить. Телевидение и кино не отменишь, а сделать остров в БДТ, в котором нельзя сниматься, вещь невозможная. Соотношение традиции и новаторства в современном искусстве с вашим именем обычно связывают оба понятия. Не лезть ли это? Вы знаете, вот Вахтангов говорил, что традиция – это хорошо сохранившийся труп. Очень образно и очень верно сказано, если понимать по традиции ту рутину, то мертвое, что уже мешает движению вперед. Но ведь существует еще и просто накопленный опыт. Потому что не каждый раз же открывать велосипед, не каждый раз начинать все заново. Говорят, в начале века в Одесской гимназии какой-то талантливый, но малообразованный преподаватель математики снова открыл бином Ньютона. Но ведь жалко, он бы, наверное, если был бы на уровне знаний, он бы открыл, может быть, что-нибудь еще похлеще, чем бином Ньютона. Поэтому надо, наверное, начинать с той точки, отсчет, начинать с того, что есть. Поэтому традиция имеет как-то дилектическое, двойственное понятие. И отделить одно от другого, вот что самое сложное, а не просто выступать против традиционализма. Вот если на основе того, что завоевано сегодня театром, ты продвинулся вперед на миллиметр, вот это уже огромно. А если ты второй раз открыл Америку, которая уже открыта, а тебе кажется, а ты просто по незнанию считаешь, что все уже сделано, так сказать, то тогда горе. Вы знаете, вот Поль Валерий прекрасно сказал, что вот о розе, написано, о цветке роза, написано очень много прекрасных стихов. Очень много. Для того, чтобы написать новое, нужно их все знать и написать новое, чтобы не повториться. А можно ничего не знать. Если ты гениален, ты сотворишь новое. Но так как на это рассчитывать нельзя, ты можешь попасть в то, что уже было. И это страшная, мне кажется, опасность. И Поль Валерий о ней и говорит. Поэтому все-таки лучше стремиться все знать и сделать чуть-чуть по-новому, а не рассчитывать на свою гениальность и, не зная ничего, заново открывать Беном Ньютона. Так, мне кажется, стоит вопрос о традиции инноваторства. Для меня лично. Чем современные актеры представляются вам наиболее интересным? Чем именно? Для меня существует три момента, три критерия, по которым я определяю качество сегодняшнего артиста. Ну, первое, оно абсолютно естественное. Как не может быть музыканта без слуха, так не может быть актера вне чувства правды и органики. Это предпосылка, я бы даже сказал. Второе условие – это он должен быть настолько интеллектуально высок, чтобы он мог неподчиненно, а соавторски участвовать в замысле. Чтобы он мог быть сотворцом, соавтором, чтобы он мог быть заражаем замыслом. Для этого он должен быть гражданином, для этого он должен знать радости и боли своего времени, своего общества. Без этого он этим соучастником замысла быть не может. И третье, о чем я уже мельком говорил – это способность к импровизационному поиску. Вот если у него заложен этот… Потому что бывают хорошие артисты и без этого. Но для меня дорог артист, который этим свойством импровизированного поиска обладает в полной мере. Вот этот артист мне особо интересен при условии двух условий, которые я уже называл. Какой из ваших спектаклей принес вам наибольшую радость? Вот тот, который я сегодня работаю. Я не могу назвать спектаклей, потому что в каждом из них есть что-то, что мне доставляет горечь неудовлетворенности. Что-то в каждом спектакле не выходит. Я не могу сказать, что у меня нет радости от успеха, когда он выходит. Это было бы лицемерием. Но когда я вспоминаю, в каждом из них что-то не вышло до конца. А вот тот, который ты работаешь сегодня, всегда есть надежда, что здесь-то, быть может, и получится. Поэтому назвать такой спектакль мне почему-то очень трудно и очень сложно. Там еще целый. Спасибо. 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 Чем руководствуетесь вы при выборе пьесы для репертуара, театра, в частности, классики? Над чем вы сейчас работаете? Вы знаете, вот в классике есть авторы, которые периодически как бы отдыхают. Они уходят из поля зрения, и вдруг они снова открываются в классике. Вот так надолго ушел как-то Мольер, ушел Шиллер почти что. Но я убежден, что вот все эти авторы, они ждут своего часа. Вот мне кажется, что вот сейчас для меня лично пришло время Островского. Я работаю над пьесой «Волки и овцы». Чем я руководствуюсь в выборе пьесы для классики? Конечно, в первую очередь, проблематикой. Почему мне кажется, что сегодня эта пьеса может быть жива? Меня, конечно, не волнует сама проблема поглощения одних хищников, других овец, которые не могут сопротивляться этим хищникам. И история сегодня кажется довольно наивной, с этим подлогом, мадам Мурзовецкой. А вот тема, которая встает за этим, тема попустительства, мне кажется, тема сегодняшняя. Когда честные люди проходят мимо того, чего нельзя проходить, когда речь идет уже о нравственной стороне дела, тогда, мне кажется, пьеса начинает быть живой. Я не знаю, что у нас из этого получится, но мы стремимся к этому сегодня. Вот эта тема нас всех заволновала. Тема попустительства. И форма должна быть очень легкой. Мне хочется сделать такую не пародию, нет, а такую хорошую, добрую иронию русского провинциального театра. Русский провинциальный театр с дивертисментом. Когда каждый кусок – это аттракцион комедийный. Вот попробовать сделать такой спектакль в такой манере, где бы прочиталась вот эта тема, о которой я говорил. Так, не знаю, мне показалось в свое время, что вот после войны зрителю необходим добрый человек на сцене. И так возник идиот Достоевского. Он необходим был, он был нужен. И я объясняю многолетний успех этого спектакля не только прекрасным исполнением Смоктуновского, а именно ответом на этот вопрос. То есть это должно совпасть непременно. Здесь я неправильно поставил вопрос. Не только прекрасным, но прекрасное исполнение Смоктуновского дало возможность этой теме прикоснуться, забеспокоить, как я сказал выше, совесть зрителя. Вот когда это удается, тогда и происходит какое-то подлинное театральное явление. Любимый, близкий вам драматург. Ну, вы знаете, он у меня не один. У меня их несколько. Я очень люблю Вампилова. Я очень люблю сидящего здесь Гельмана. Я очень люблю Володина, который, к сожалению, теперь стал писать только для кино и не стал писать для театра. Так что мы, режиссеры, не имеем права любить одного драматурга, потому что театр должен быть широк в своем диапазоне. Важно только, чтобы был диапазон, а не всеядность. Это разные вещи. Вот всеядность, мне кажется, вещь для театра опасная. Сколько я времени уже говорю? Может, мы сделаем небольшой перерыв, и вы посмотрите отрывки, фрагменты из наших спектаклей из Мещан, из Ханумы и из истории лошади. А я пока покурю. Василий Васильевич, скажите, за что Вы в прошлый раз отца выгнали? Дочка, не говори! Ты должна понять! Татьяна отравилась, а почему? Ага, Василий Васильевич, видишь? Нет, я Вас сейчас всех рассужу по совести, как надо. Это у меня просто. Радус! Вот что! Ты дерзкая! Нет, она у меня хорошая! Молчи ты! Я что-то плохо разумею. Чей этот дом? Кто здесь хозяин, кто судья? Я всех рассужу, всех по порядку. Не тронь чужого раз взяла, а дай назад два. Послушай, дай сболтать, пойдем-ка. О, не люблю я тебя, Петр, гордый ты человек. Пустой человек, и ничего ты не знаешь, что такое канализация. А мне, брат, рассказали. Пойдем, пойдем ко мне. Ради, оставь его. Оставь, постой. Ты что здесь, собак травишь? Нет, я просто хочу понять, в чем дело. В чем виноват Перчихин? За что вы его выгнали? При чем здесь поле? Ты что-то меня допрашиваешь? Ну, если у вас, так что? Вы человек, я тоже. Нет, ты не человек. Ты яд. Ты зверь. Васильевна, надо тихо, подсоветесь. А ты не хитна. Ты нищая. Вы не кричите. Что? А ну-ка, вон пошел. Васильевна. Ну-ка. Да что ты, Васильевна. Вон пошел. Змееныш. Я тебя вскормил от пота крови. Дождался? Да. Стыдился. Ах ты. Да подумай. Не смейте на меня кричать. Я не раба, вы не можете вы обижать всех. Вы скажите, за что отца выгнали? Я тоже требую, здесь не сумасшедшие живут. Надо отвечать за свои поступки. Нил. Нил, уйди. Уйди от греха. Уйди. Ты, выкормок ты мой, которого я воспитал. Вы меня не корите своим хлебом. Я отработал все, что съел. А ты душу мне сожрал. Ты, разбойник. Идем отсюда. Идем. Иди. Иди, ну. Ползи. Ползи, змея. Из-за тебя все. Ты дочь ужалила. Его теперь проклятая. Из-за тебя, дочь моя. Нил, Поля, ради бога. Уходите. Что я ухожу? Мне жаль, что вышло все так громко. Ступай, ступай. Уводи ее. Я уж не ворочусь. Винить меня в таком. Винить за Таню. Разве можно? Тут разве я виновата? Ой, бесстыдник. Уйдешь ты, проклятая. Тихо. Ребят, ты досердитесь. Ну, надо, надо скротко. Иди, отец. Ну, все. Нет, нет, я не пойду. Нет, мне не рука. Я сам по себе. Терентий, мое дело чистое. Пойдем ко мне. Иди, иди же пока не гонят. Нет, я не хочу. Мне с ними не рука. Я понимаю. Да уходите вы. Черт вас возьми. Иду. Пусть чай. Какой, однако, ты. Идем. Идем. Порочитесь! 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 Поклонитесь! Спустите меня! Пустите меня, я же должен им сказать. Я же их кормил. Я их поил. Пусть их. Ну, вот ты чего, старый черт, пришел? Чего тебе здесь надо? Чего ты здесь запормотал? Чего? А чего ты кричишь? Чего ты кричишь? Слушай! Ведь я же и уважаю тебя, чудак-человек. Ну, глупый я. Ну, я понимаю, кто куда. Слушай, я понимаю, кто куда. Ну, что ты? Зачем ты тут? Для порядка. Ясно? У меня просто раз, два и больше никаких. А Таня, мне жалко. Таня, Таня, мне тебя жалко. Таня, братцы, мне всех вас жалко. Эх, мое. Ведь ежели по совести сказать, то все вы дураки. Друженька, помолчи. Дураки. Помолчи. Ну, вы хорошо. Вот так вот. Только я глаза закрою Предо мной ты встаешь. Только я глаза открою Над ресницами плывешь. О, царица! До могилы я невольник бедный твой. Хоть убей меня, светила. Я невольник бедный твой. Ты идешь, я за тобою. Я невольник бедный твой. Ты глядишь, я за спиной. Я невольник бедный твой. Что смеяться надо мною? Я невольник бедный твой. И шепчу я сам собою. Чем тебе я нехорош? Только я глаза закрою Предо мною ты встаешь. Только я глаза открою Над ресницами плывешь. Ханума! А? Ханум Джон? А я, между прочим, себе тоже невесту присмотрел. Да ну! И симпатичная, и тактичная. Всем женщинам сто очков вперед даст и всех мужчин вокруг пальца обведет. А, и что-то они от такой женщины во влобаре. Есть! Кто? Некогда мне с тобой шутки шутить. Меня настоящий клиент не жутит. Я не шутчу! Ой, вах, вах. Я серьезно! Всю жизнь такую, как ты искал, а такой мечтал. Ай, нет, ты о свободе мечтал. Кто говорил, что женатый мужчина? Все равно, что птичка в клетке. Когда в клетке двое, это уже не клетка, а гнездо. Ах! Я жду, когда ты скажешь «да». Торопишься ты слишком, ведь я уже не молода. Я тоже не мальчишка. Но я готовлю кое-как, хозяйка я плохая. И не улазь я люблю табак. На это я чихаю. Ай, 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 ай! Ай, 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 ай! Мы с тобою одиночки, амунджан. Ай, ай, ай! Какой умиран. Ай, ай, ай! Мы должны живиться срочно, амунджан. Ай, ай, ай! Ай, ай, ай! Ай, ай! Мне меньше лет, чем Гулико, Но я постарше слоны. Мне до Фенеры далеко. А мне-то Аполлона. К тому же хитрая и умна. Не страшно, что умна ты Должна иметь моя жена Какой-то недостаток. Мы с тобою одиночки, Ханунджан. Мы должны жениться срочно, Ханунджан. Для денег платить нам собаки не надо. Вай, вай, вай. Так что ты свадьбу зря не откладывай. Вай, вай, вай. Дети, Анна. Ха-ха-ха. Ай, пусти, Паша. Ты же пустишь? Ой, я не понимаю. Чушай, пойдем скажем нашей свадьбы. Я тебя прошу. Не торопи меня, Аковджан. Не могу я сейчас замуж выходить. Замуж выходить с работы, уходить. Жена одна профессия, сваха совсем другая. Пускай кабату сватает, ей клиентов передай. Ай, клиентов передать можно. А вот кому я передам это? Что? Это. Как это люди называют? Призвание, что ли. Ах, знаешь, хорошая сваха. Ах, как поэт, раз в сто лет, правда? Ну, тоже сказала сваха и поэт. Не умею я так красиво говорить, Аковджан. Но, по-моему, кто в работу всю свою душу вкладывает, тот в своем деле настоящий поэт. Это правильно. Хороший пастух поэт. Правильно. Хороший кузнец поэт. Да, тоже правильно. Хороший сапожник тоже поэт. А плохой? Плохой. Сапожник, что о нем говорить? Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Да, ах, 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 ах. Виктор Тарбан. Да! Эй! Эй! Эй, эй! 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 Играет музыка. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ С Вашим именем, и смею Вас заверить, поверьте мне, что это не лесть, с Вашим именем связаны всегда поиски в театре и современность сегодняшнего театра. Это мы знаем в виде Вашей спектаклей, читая Ваши книги. И все-таки я задаю Вам наивный вопрос. В надежде что-нибудь узнать такое петушиное, которое бы и мне, как актеру, помогло. И все-таки почему в определенное время Вы ставите идиота, потом мещан, потом Вы ставите холстомера, потом ревизора? Почему в это время, ни раньше, ни позже? Во-первых. Во-вторых, я уловил в Вашем ответе некое противоречие. Вы сказали, что не надо выдумывать концепцию, а ее надо почувствовать. И в то же время Вы сейчас сказали, рассказывая, когда Вы ставите волки и овцы, что у Вас есть тема, то есть я читаю как концепция попустительства. Значит, она как возникает у Вас? От аккумуляции или от Вашего ощущения сегодняшнего времени, или это пьеса? Каким образом Вы? Мир меняется, растут новые режиссеры, растет новое поколение, растут новые вкусы, вернее, возникают новые вкусы, новые моды, а Вы, тем не менее, остаетесь на самой вершине сегодняшнего театра. Это замечательно, прекрасно, но каким образом Вам это удается? Вот и все. Очень трудно ответить на Ваш вопрос. Очень трудно. Вы знаете, но только вот одно. Я думаю, что нет противоречия между тем, что я говорю о том, что концепция заложена в зале. Мне кажется, что, когда я говорю сегодня о волках и овцах, и говорю о теме попустительства, мне кажется, что я ее учуял в зале. Понимаете? Здесь нет противоречия. Мне надо только это сформулировать. Я чувствую по разным поводам, по мелочам, по магазину, в который я иногда спускаюсь, по тому, что я слышу на улице, по тому, о чем разговариваю с собеседником в вагоне поезда в красной стреле, я чувствую, что не просто нас волнуют какие-то нарушения, понимаете ли, а мы идем мимо. И когда я перечитывал Островского, я вдруг явственно это почувствовал. Но я должен Вам сказать, что это совсем далеко мне не всегда удается. Я, например, посмотрю какой-нибудь спектакль, как, скажем, Тартюфа у Планшона, а я думал о Мольере, пролистал, и он оставил меня хладнокровным. Я не почуял того, что почуял он. Так что это совсем уж не такая у меня стопроцентная слышимость в этом вопросе. А он вдруг открыл то, что так нужно было сегодня. Или я считал Шиллера трескучим декламационным автором, понимаете, мертвым сегодня. И вдруг приехал Баварский Мюнхенский театр и сыграл разбойников Шиллера. Так по-шекспировски, с такими проблемами сегодняшнего фашизма, с таким ощущением сегодняшней актуальности, без намёка на пафос, на декламацию, вдруг пахнуло таким живым, подлинным и Шиллером, а не каким-нибудь другим автором. Но сегодня, в 70-е годы, а я промахнул, я кроме трескотни, это и ничего не услышал в Шиллере. Так что я не могу сказать, что так уж это стопроцентно получается. Но иногда получается. Я это же ищу и в современной пьесе, понимаете? Мне кажется, что, я не знаю, вот мы говорим о положительном герое часто. Вот я, например, считаю, что у гельмановской пьеси «Мы не же подписавшиеся», если не поставить перед собой героя как положительного, ничего не получится в спектакле. Потому что при всех не, так сказать, как будто бы добродетельных приёмах, в которых он борется, если у него нет идеала, то пьеса эта не может состояться. Она должна быть с идеалом, в борьбе за этот идеал. И тогда раскрывать все теневые, болевые точки в жизни нашего общества вы имеете право со всей силой. Потому что сегодня положительный герой вне борьбы, вне внутренней, главное, борьбы с самим собою, мне кажется, сегодня положительный герой не может существовать. Он мёртв. Если это просто сила, как мы часто говорим, положительного примера. Сама по себе картина положительного примера не вызывает эмоциональной возбудимости, если она не проходит через горнила внутренней борьбы при наличии тех катаклизмов, которые у него происходят с внешним миром. Вот мне, когда я выбирал Тихий Дон Шолохова для юбилейной даты, меня привлекло именно это. Меня привлекло, что передо мной стоял честный человек, честный, это очень важно, который не мог с собою примирить две стихи. И он мечется между этими двумя полюсами, и в этом его великая трагедия. Иначе не объяснить симпатии Григорию Мелехову, не объяснить привлекательности этого человека. Поэтому мне было не важно, чтобы это был красавец, романтический чубатый казак, как его представляют в иллюстрациях, скажем, к этому роману, в кино или в телевидении, или на картинках. Мне была важна вот эта гамлетовская раздвоенность Шолоховского героя. И тогда находится связь с ним. Тогда обнаруживается симпатия к нему и со стороны. Но ответить на ваш вопрос, как мы угадали вот те случаи, которые вы приводите, ну ведь бывает, что и не угадываем. Это совсем не так уж стопроцентно. Я говорю, это не из ложной скромности. А бывает, что спектакль на уровне каких-то требований художественных, а вот взрывчатой силой в нем не обнаруживаешь и нет радости от него никакой. Хотя вроде он, так сказать, по всем параметрам и играют хорошо вроде, и нормально, так сказать, декоративное оформление. Все вроде хорошо, да и зритель в общем вроде принимает. Но вот этой искры, которая создает явление какое-то достаточное, но оно, наверное, и не может быть в каждом спектакле. Наверное, это и невозможно, хотя ставить эту цель перед собой необходимо всегда. А чувство пьесы сегодня, мне кажется, это должно входить в составную часть профессии. Понимаете, это без этого вы... Здесь дело не только в репертуаре, здесь не только в выборе пьес. Здесь все до мельчайшего атома построения того, решения того или иного маленького кусочка в спектакле. Без этого чувства, когда я говорю полномочный представитель зала, я не в декларативном, не в умозрительном плане это говорю, а по существу я сижу в своем седьмом ряду и смотрю так, как будто бы зал полон. И без этого чувства репетировать, мне кажется, режиссеру невозможно. Он как бы в своем воображении держит этот зал. И каждый элемент спектакля не может пройти вне этой призмы, через которую ты глядишь. Если этого свойства нет, лучше этой профессии не заниматься. Умнее не могу ответить. Георгий Александрович, простите, пожалуйста, но я бы тоже хотел на минутку вас отозвать от записок. Пожалуйста. Я хочу тоже задать вам вопрос лаконичный, но наверняка очень трудный и касающийся не только вашего опыта в театре как режиссера, а вообще нашего театра. Что вам кажется сейчас в нашем современном театре наиболее радостным, надежным, и что вас особенно тревожит в нем? Я начну со второго. Хорошо, Арканин Вилович? Меня тревожит, что мне представляется почему-то, что у нас разрушаются коллективы целостных театральных организмов. Вот очень много писали критики о том, что вот артисты халтурят, выступают в кино, в телевидении. Много было статей на эту тему. Вы знаете, мне представляются они в целом несправедливыми. Не потому, что я хочу оборонить артистов, и не потому, что думаю, что нет артистов-халтурщиков, для которых важно просто заработать. Но мне кажется, что это не главное в том, что происходит. Это, мне кажется, внешние признаки заболевания. А заболевание лежит глубже, что разрушаются целостные театральные коллективы со своим патриотизмом, со своим нравственным климатом внутри, с верой в то, что они служат в этом театре, а не в каком-то другом. Вот если это мы потеряем, вот это опасно. И вот то, что говорилось об артистах, есть симптомы этого заболевания, а не увеличение количества лихомыслия в артистической среде. Вот эти процессы, мне кажется, процессы, которые, когда уходит из-под ног этическая обстановка в театре, которая начинается с руководителей театра, что их не хватает, что их мало, что они возникают, мне кажется, не тем путем, которым они должны возникать. Мне кажется, что руководители театра должны возникать снизу. Они должны возникать снизу в том смысле, что в 20-х годах у нас были студии. Студии, которые легко умирали и легко возникали. И последние наши руководители, они все возникли таким путем, снизу, и Любимов, и Ефремов, но это последние. А дальше я не вижу, чтобы возникали люди, могущие собрать вокруг себя людей, повести за собой людей, могущие, так сказать, быть лидерами в подлинном и высоком смысле этого слова. Вот, мне кажется, от этого и возникают масса заболеваний в нашем театральном процессе. Что же касается, что радует, мне кажется, что существует высота критериев. И как бы мы не были бы не удовлетворены сегодняшним уровнем театрального искусства, все-таки есть в смежных искусствах, есть Шостакович в музыке, есть Феллини в кинематографе, есть те критерии, которым мы должны равняться. И поэтому все равно неукоснительное движение вперед продолжается, как бы мы не огорчались по поводу тех болезней, с которыми, конечно, нам надо и справляться, и бороться, но которые сегодня очень тревожны. Так бы я ответил на вашу вопрос. Много ли у вас друзей? По какому принципу вы их выбираете? Они актеры или режиссеры? Вы знаете, друзей, по-моему, не выбирают. Они обнаруживаются. Они находятся. И, к сожалению, уходят. И в этом смысле я не могу их разделять профессионально. И их не может быть много, потому что это уже не друзья, а приятели. Друзей всегда мало. Как вы относитесь к уходу актеров из вашего театра? Конечно, это больной вопрос. Но за четверть века, вероятно, невозможно без этого. И, конечно, каждый раз это потеря, больная потеря. Не только от того, что нет тех спектаклей, нет тех ролей, а потому что и нет перспектив с ними. Вопрос в том, чтобы эти актеры при всей боли и горечи, которая есть в связи с этим, чтобы от их ухода им было хорошо. Вот это, по-моему, происходит, к сожалению, для меня не всегда. Что формирует режиссера? Ну, конечно, вся жизнь. Ну, вот мне бы хотелось сказать, что есть люди, встречи с которыми многое формируют в человеке. Я могу их назвать. Лозинский, Вампилов, Шукшин, Андроников, Райкин, Питер Брук. Люди, которые сыграли определенную роль в моем человеческом формировании. Ну, я просто приведу один пример, связанный, скажем, с Питером Бруком. Вот есть какие-то табу в искусстве. Вот у меня было такое табу. Я считал, что нарушать костюмы исторические в исторических пьесах – вещь недопустимая и недозволенная. Приезжал как-то сюда какой-то английский театр, который играл Макбета в костюмах современных. В костюмах фашистских войск были солдаты одеты, то есть была пьеса осовременена, и в костюмах тоже это было сделано. Может быть, от этого неблагоприятного впечатления у меня возник на многие годы протест против того, чтобы смещать историзм в костюмах. И было такое табу. И вдруг я посмотрел спектакль в студии Брука в Париже Тимона Финских Шекспира. И вдруг где-то в середине спектакля я обнаружил, что костюмы-то не исторические, что они совсем другие. И понял, что в этом спектакле, по законам этого спектакля, это и не нужно совсем. Но сделано это было с такой тонкостью, с такой удивительной художественной выразительностью. Ну, например, кто помнит пьесу? Тимон Афинский. Он был одет, как знаменитый киноартист в каком-то белом шикарном костюме. На нем накинут был парчевый халат. И никому не пришло в голову, мне во всяком случае, и думаю, что никому в зале, что это современный костюм. Это был королевский костюм. Золото с красным, халат. Ну, это тот халат, которому Жан Море, наверное, пьет утром кофе. Понимаете? Вот. Потом заседание сената. Сидят сенаторы по-турецки на ковре. И когда прошла сената, я вдруг обнаружил, они все сидели в белых купальных халатах, махровых. Понимаете? Но это не приходит в голову. Понимаете? Приходят ростовщики. Ростовщики в эпоху Тимона Афинского. Они все пришли, как все светные ростовщики. Они пришли в чёрных суртуках, с чёрными дипломатками, с чёрными котелками и с тростью. Это ростовщики всех времён и всех народов. Они пришли описывать государство. Понимаете? И не надо было, чтобы они были в тогах. Понимаете? Не надо было. И вот Брук вышиб из меня это табу. Табу не должно быть никогда. Всё может быть, если это осмысленно и оправдано изнутри. Не надо ставить перед собой никаких шор, никаких границ. Надо раскованно мыслить. И если это, как говорил Вахтангов, оправдано изнутри, то всё имеет право на существование. Вот это пример того, как иногда свидание и встреча с каким-то явлением искусства может оказать на тебя какое-то очень большое влияние. Хотелось бы ли вам поставить кинофильм и существуют ли у вас какие-либо планы в этом отношении? Вы знаете, да, это, как говорят, голубая мечта идиота. Всю жизнь мечтаю поставить кинофильм. И вроде ставил по своим спектаклям, а вот так, чтобы самостоятельно поставить. И признаюсь вам, что был такой момент в моей жизни, когда я уж категорически решил ставить фильм, а не работать в театре. И сделал по булгаковскому сценарию «Мёртвые души» свой режиссёрский сценарий, который до сих пор лежит у меня в письменном столе. И Ленфильм настаивает, чтобы я его делал. Но дело в том, что это требует минимум полутора лет работы, две серии. Очень боюсь вернуться к руинам. Как вы относитесь к режиссёрским изысканиям вашего сына? Я с трудом соглашаюсь со словом «изыскание» здесь. Мне кажется, что просто он нормально развивается. Вот всё, что могу сказать. Я был рад, что он уехал самостоятельно работать в другой город, в Тбилиси, потому что я его невольно давил собою, не желая этого, фактом своего существования. Поэтому то, что он обрёл полную раскованность и стал в этом смысле на ноги, мне потом пришлось посмотреть три его спектакля. Я этому рад. Как он будет развиваться в Москве, мне сказать сложно. Хотелось бы, чтобы хорошо. Основание, мне кажется, есть, а что получится, никому неизвестно. Кто ваша любимая актриса? Вы знаете, вы меня застали врасплох. Я не могу назвать такое. Много есть хороших артисток, но что была одна, которую я должен сейчас назвать на всю страну? Что такое любовь, по-вашему? Состоялась ли она у вас? К театру, да. Любите ли, когда вас утешают, или предпочитаете уходить в себя? В зависимости от меры несчастья. Как вы относитесь к дублёрам? Вы знаете, отрицательно я отношусь к дублёрам. Я полагаю, что это антихудожественный принцип, когда одну роль играют два человека. Я понимаю, что это производственно очень сложно. У меня большие осложнения с моей администрацией по этому поводу. Мы чаще, чем другие актёры, заменяем, чем другие театры, заменяем спектакли по болезни артистов. Но я не могу себе представить, как можно с двумя актёрами сделать, как они могут существовать в одном спектакле. Как они, значит, непременно же один должен быть вогнан, так сказать, в рисунок другого. Потому что он работает на других рефлексах, он другой человек, у него другая реакция. А стало быть, всё построение должно меняться, если быть последователем в нашей методике. Значит, нужно идти просто на заведомый компромисс. Конечно, мы идём на некоторых случаях на заведомые компромиссы. Но, вы знаете, я даже предпочитаю скоропалительный ввод в одни сутки, где присутствует нерв, где присутствует момент вдохновения, который как-то выручает. Чем такой деловой служебный ввод назначения на роль, где явно один играет хуже другого и должен существовать только для того, чтобы заменить другого в случае болезни. Но не может состояться спектакль «Мещане» без Лебедева. Не может. Это уже будет другой спектакль. Это не может существовать. А когда мы сделали однажды в Генрихе IV такой ввод, меня вынудили к этому, потому что было огромное стремление публики увидеть этот спектакль, а Лебедев заболел на два месяца. И я тщательно его делал. И все-таки зайти потом в зал мне безумно не хотелось, когда играл другой актер. Поэтому я понимаю, что с точки зрения общих принципов, наверное, то, что я говорю, неверно. Но в то же время я не могу быть нечестным в этом вопросе. Дублёрство – вещь не от искусства. Борис Александрович. Да, пожалуйста. А как вы там роете записки? Пожалуйста. Пожалуйста, Борис Александрович. Я хотел вам задать два вопроса. Да. Первый из них вот какой. Знаете, иногда часто в разного рода интервью, это довольно банальный вопрос, спрашивают, а что вы больше цените в человеке, там, скажем. На это отвечают. Один – смелость, другой – ум, третий – великодушие. И также, что вы больше всего ненавидите и презираете в человеке? Отвечают на это, там, пошлость, лакейство, лесть, там, на что-то и так далее. Вот я хотел вас спросить, что вы больше всего ненавидите и презираете в режиссёре, в смысле его профессионально-человеческих качествах? И наоборот, что именно в режиссёре, как в личности и профессионале, и в человеке, вы больше всего цените? Их, может быть, немного, но мне интересно. В режиссёре я не люблю больше всего, когда я ощущаю, в какой степени он занят собственной персоной. И в процессе, и в результате. Что я люблю? Очень сложно сказать. Наверное, бескорыстие. Бескорыстие в творческом процессе. Вот победить в себе эгоизм – очень непростая вещь, и в искусстве в особенности. И видно наглядно, когда человек его победил. И тогда это для меня – это большая радость. Это, может быть, я то, к чему я стремлюсь, поэтому я так люблю. Ещё один вопрос. Ну, мы все более-менее знаем историю режиссуры. В общем, исторически довольно короткую. В общем, профессия режиссуры достаточно молода. Но так или иначе, мы имеем представление о том, как она развивалась исторически. Ну, имеем какое-то представление о том, что происходит с современной режиссурой. И мне хочется вас спросить, а как вам представляется перспектива этой профессии? То есть, и в её существе, и в её форме. Вот что такое режиссёр вот в будущем? То есть, в какой-то его наиболее плодотворной перспективе. Вы знаете, столько забот о нас в настоящем, что как-то не успеваешь задуматься о будущем. Вы знаете, я вот видел всякую режиссуру. Вы тоже, вероятно. И прекрасную, и ужасную. Искусство вот за рубежом очень ведь полосато. И вот мы видели спектакль американский. Мне кажется, два прекрасных актёра. Интересно сыграно, с подлинным процессом жизни. Мне лично в этом спектакле не хватает отношения к пьесе. Кажется, что здесь это застряло на эстетике начала века. В этом смысле. При всём уважении к тому, как они это делают, как они работают. И вот тут же я видел режиссуру Оттелла Цадека в Западной Германии. Где Оттелла, значит, не душит Дездемону. Он её вешает в голом виде. Она крутится у вас, весь акт перед глазами, обнажённая, не слишком красивая, полноватая пожилая дама. Вещь совсем не эстетическая, понимаете? Но главная цель этого режиссёра Шокировать зрителя любым способом. Вот это шокирование жестокостью, Натурализмом, сексом, Открытой порнографией. Любой способ. Но шокировать. Если удаётся, он на высоте. Не удаётся, дело его плохо. Вот я, когда работал идиотом в Гамбурге, Я понимал, что я в очень опасном положении. Потому что если рядом происходит то, о чём я вам рассказываю, И это тенденция, которая поддерживается критикой. Понимаете? И мне нужно поставить спектакль, Где никого шокировать нельзя, И только с сущностью, И подлинными страстями человеческими. А немецкий артист при очень высоком профессионализме, И при очень большом интеллектуализме, Очень с трудом идёт на стрессовые ситуации на сцене, Без которых нельзя сыграть Достоевского. Понимаете? Я понимал, что если не достичь этого градуса, То мне нечем уже... Это какая-то пресная история, Которая рядом с этим шокирующим искусством превращается в ничто. Понимаете? А что значит прийти после неудачной репетиции к себе в гостиницу, И когда не с кем поделиться, И некому слово сказать. И когда существует просто вежливо-церемонная доброжелательность, За которой нет ничего человеческого, И два с половиной месяца находиться под ударом будущего провала, Это испытание не совсем простое, Должно вам сказать. И только, я не знаю, Какой-то очень, Как вам сказать, Такой прессингом с моей стороны Мне удалось в последнюю неделю, Так сказать, Последнюю неделю высечь, Так сказать, Вот этот стрессовый уровень, Который и сделал, так сказать, успех. Я уже сейчас не знаю, Как он идёт в спектакль. Потому что, понимаете, Это было достигнуто так скоропалительно, Что я не знаю, Насколько это осталось. Не съехали ли они на свои привычно-рациональные пути, И тогда от спектакля ничего не осталось. Вот. Так что, Я говорю о том, Что режиссура, Я отвлёгся несколько от вашего вопроса, Но просто хочу сказать, Что режиссура в мире настолько разноязычна, И главное, Что зритель, Вы знаете, Очень, Вот идёт прекрасный спектакль, Я видел, Кажется, Он приедет сюда, Карус Лайн, Мюзикл, Прекрасный спектакль, Виртуозный по своей технике, Синтетический артист на сцене действует, То, в чём мы не сильны по отношению к ним. Великолепно сделали спектакль. И рядом идёт пошлость. Мюзикл, тоже мюзикл, Невыносимо смотреть. А американский зритель, Как Чузовский, Вы знаете, Одинаково. Что то, что это, Всё прекрасно, На всё аплодисменты, Буря восторга, И отличить хорошее от плохое невозможно. Я не знаю, Проблема ли это будущего, Но кажется, Что проблема настоящего в режиссуре, Сегодня мне ещё, Мне даже не хочется думать о 90-х годах, На которых всё равно не доживёшь. А хочется думать о том, Как бы сегодня Наша режиссура бы Нашла возможность Перейти профессиональный, Как вам сказать, Не секрет, Секретов у нас нету, А есть какая-то, Ну вот я бы сказал так, Отсутствие подлинной Дружеской коллегиальности, Где мы могли бы говорить Действительно откровенно, О чём-то посоветоваться, Ведь у нас это отсутствует, К сожалению, напрочь. Вот я мечтаю о том, Чтобы мы могли бы Профессионально, Истинно подружески Разговаривать об искусстве. Наверное, это утопия, Но ведь нужно же мечтать о чём-то. Вот об этом я мечтаю Больше всего. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прекрасный декламатор стихов. Борташвили, Маяковского. Не могли бы вы нам и сегодня почитать стихи? Да. А откуда вам это известно? Я никогда не считаю стихов. Публично. Нет, вы читали. О творческом вечере в Тбилиси. Да? Синий цвет Николоза Бородашвили. Было? Что вы говорите? Синий цвет Николоза Бородашвили. А, было. Что было, то было. Довольны ли вы современным состоянием БДТ? В тот момент, когда я стану им довольным, надо из него уходить. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к театральному обучению в нашей стране? Я полагаю, что театральное обучение в нашей стране решает проблему образования количественно, но не создает людей, которые могут определять движение театрального процесса. Я говорю сейчас о режиссерах. Как они должны возникать, я вам уже рассказывал, по-моему. А что касается вообще обучения, то я, например, много лет пропагандирую необходимость создания такого учебного театра, в котором бы режиссер мог бы работать с актерами. Иначе получается, что мы обучаем людей игре на скрипке, не давая им в руки инструменты. Зритель, зритель, вы много говорили сегодня о нём. Каким же вы представляете его себе конкретно? Когда я работаю, я ставлю перед собой воображаемого зрителя, который находится на моём уровне интеллекта, понимания жизни. Я стараюсь говорить со зрителем на равных. Мне кажется, что театр и режиссёр, в частности, в театре, не должен опускаться до того зрителя, который, считает он, режиссёр, не дорос до его восприятия. Мне кажется, это порочное и жестокое заблуждение. Если какой-то зритель и не воспринимает уровня того или иного театрального спектакля, он воспринимает тот слой, который ему доступен, но зато он относится с уважением к тому, что показывает ему театр. Если же этого не происходит, то зритель, может быть, и принимает спектакль. Допустим, если это комедия, он смеётся все два с половиной часа, которые идёт спектакль. Но уходя из театра и не вынося из ничего для себя, он внутренне презирает театр. Мне кажется, это самая главная опасность, которая подстерегает серьёзный театральный организм. Не хотелось ли вам когда-либо выступать в роли актёра? Я начал свою деятельность с того, что был актёром в Тбилисском Тюзи. Но когда я понял, что мне следует заниматься не этой профессией, я никогда уже к этой деятельности артистически не возвращался. Не возвращался потому, что, во-первых, я считаю, что это две профессии разные, идущие разными путями к общей цели. Заниматься двумя профессиями – дилетантизм. Великие исключения, как Станиславский, остаются исключениями. И второе – когда ты находишься в труппе прекрасных артистов, если ты играешь сам, ты играть должен лучше всех. А я не всегда уверен, что это мне удастся. Вы знаете, я, наверное, затягиваю уже время позднее, да? Георгий Александрович, мне хотелось бы вас вернуть к общим проблемам развития сегодняшнего театра и режиссуры. Ну, не будем удаляться в такие дали, как 90-е годы, но ведь мы уже вступили в 80-е, правда? И вот мне хотелось бы спросить, вот, как вы относитесь к тому, что происходит сейчас у нас в театре? Ну, есть такое мнение, что те приемы и средства художественной выразительности, которые были использованы в 60-е годы, в 70-е, уже отжили свой век. И что наступила какая-то пора перемен, даже какое-то кризисное состояние. Это сказывается в том, что весь театр, очень сильно увлеченный одно время условностью, сейчас возвращается к достоверности. И от традиции, ну, того же Вахтангова, Эйзенштейна, Мерхольда, переходит к традициям Станиславского. Идет процесс возвращения к Станиславскому. Согласны ли вы с этим? И что вы считаете главным в этом вот процессе, который сейчас начался, как мне кажется? В чем вы видите возможность развития традиций Станиславского сегодня? Вы знаете, нужно, мне кажется, точно разграничить, когда мы говорим о Станиславском. Говорим ли мы о методике Станиславского или говорим об эстетике Станиславского? Если методика Станиславского, то она вечна, мне кажется, как вечна математика, грамматика и так далее. Что касается эстетики, то она прошла. И если к ней можно вернуться, то, вероятно, в новом качестве, а не по закону развивающейся спирали, а не буквального возрождения того, что было в начале этого столетия. Мне кажется, что, вы знаете, такие вещи прогнозировать очень сложно. Мне кажется, что идеи театральные возникают в связи с какими-то общими общественными проблемами, жизнью, иначе говоря, и появляется лидер, который выдвигает идею. Прогнозировать это невозможно. Но вспомните, как, я не знаю, какое огромное влияние оказал король Лирбрука на всю эстетику мирового театра и нашего в частности, понимаете? Он оказал влияние, и не могло быть иначе. Как это было в свое время и со Станиславским, и сколько определил Вахтангов. И разве были люди, которые могли это предположить? Я потому и уклоняюсь от этого, что мне кажется, что жизнь должна продиктовать и выдвинуть нового лидера с новыми идеями. И какие они будут, мне кажется, сегодня сказать очень трудно. А вот что касается этого тезиса о том, что вот устарела условность, а возрождается натурализм, мне кажется, что это вообще неправильно. Мне кажется, что каждое произведение, оно требует своего языка сценического. И точно его почувствовать, это обнаружить и условность, и натуральность, которая не может быть общим движением. Общее движение шире этого, понимаете? И вот оно требует, мне кажется, нового какого-то лидера, который должен возникнуть, как всегда он исторически возникал, и возникнет, наверное, я не знаю, в 80-е или 90-е годы. Это мне сказать очень трудно. Здесь есть записка, что я снижаю задачи театра. Мне кажется, что я не совершаю такой ошибки. Здесь так сказано. Мне показалось, слушая вас, что вы ставите слишком скромную задачу перед театром и перед режиссёром. Ведь театр влияет на умы и сердца целых поколений, если театр имеет своё мироощущение, свою духовность. Мне кажется, что с этого я начал наш разговор сегодня. Я говорил о том, что театр не представляет интереса, если он не решает нравственных проблем общества, если он не тревожит совесть своего зрителя, если он не заставляет его задуматься и жить духовной жизнью своего времени. Потому что театр сегодня, и наш советский театр особенно, есть общественное выражение и стремление к духовности. Я этим объясняю такой всепоглощающий интерес к театру. И даже сегодняшний вечер я рассматриваю как частицу этого интереса к театру с большой буквы, а не к своей скромной персоне. Именно это определяет и движет сегодня и нашу молодёжь, и зритель, который заполняет наш зал, стремление к духовному общению. И мне кажется, это высшая задача театра. И я, если мне как-то я снизил это, то, может быть, невольно, потому что я поглотился в записках. А главное мне хотело составить то, с чего я начал, и то, что я сейчас повторил. Я позволю на этом сегодня закончить, но хочу выполнить просьбу этой девушки. Это короткое стихотворение. Я его прочитаю, если вы все просите. Это стихотворение Николая Бораташвили в переводе Бориса Пастернака. Называется оно «Синий цвет». Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал, А теперь, когда достиг я вершины дней своих, В жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прекрас. Это цвет любимых глаз. Это взгляд бездонный твой, напоённый синевой. Это цвет моей мечты, это краска высоты. В этот голубой раствор погружён земной простор. Это лёгкий переход в неизвестность от забот И от плачущих родных на похоронях моих. Это синий негустой иней над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем моим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Аплодисменты.